Продолжение следует... Привет! Продолжение следует... Привет! Да, Алексей отправил... Ты мне отправил запрос на эфир. Какой у тебя вопрос? Я как бы здесь просто сейчас хочу рассказать тему и ответить на вопросы. А совместный эфир я не планировала проводить. Напиши, какой у тебя вопрос, и тогда я посмотрю. Сейчас, ребят, на Ютубе запустится трансляция, чтобы уже не повторяться. Привет! Привет, ребят! А, разбираешься, понятно. Ясненько. Привет, Ксюшенька! Так приятно. Я сижу, а у меня приходит смс-ка от сына окошком выплывающем. Я люблю тебя. Я тебя тоже, сыновечка, люблю. Правда, ты меня не слышишь, но я тебя люблю. Так, сейчас, ребятки, что-то у нас... А что у нас эфир не запускается? Ну, конечно, в 22.00. Давай. Да, сейчас, ребят, на Ютубе запустится эфир. Тогда начнем тему. А я бы вас все-таки еще раз призвала. То есть, смотрите, ребят, я сейчас никого не агитирую, чтобы без ума, без памяти все уходили в сухие дни. У меня достаточно большой опыт. У меня... У ребят большой опыт. Я многих людей веду. То есть, уже сейчас на... На моей практике, ну, достаточно много людей. Давайте так, я не буду называть цифру, но их больше ста. Вот. И могу сказать однозначно, что люди... Вот сейчас эта тема, она просто... Тема автономии, она до безумия доходит, что сейчас ее просто стали делать как коммерческой. И на тему голодания нанизывают... Нанизывают всякие различные способности человека, что вроде как они могут открыться только через голодание. Причем через такое голодание, где люди просто с ума сходят. После каких-то там нескольких сроков, неважно каких, кому-то хватает там маленького срока, кому-то длительного. И потом люди просто не могут прийти в себя. Они не могут даже войти в то питание, с которого начинали. То есть, у них идут такие зажоры, у них идут такие психологические травмы. Ребят, это не от этого зависит. То есть, я вам еще раз говорю, что неедение, оно действительно убирает многие заболевания. Но это нужно настолько делать, настолько грамотно, настолько этично и тактично к самому себе. Не нужно никого слушать. Либо вы берите к себе проводника, не просто который, вот говорит, давайте, идите за мной, я вам сейчас все покажу, а который будет ориентирован на ваш результат. Не на свой результат, что я смог, я молодец, я вот там, у меня человек не ест вот столько-то. Я такой красавец, а он уже в конвульсиях бедный бьется. А именно на ваш результат, на ваши какие-то новые открытия. Только так, по-другому никак. И почему я еще раз затронула эту тему? Потому что у меня на сегодняшний день, во-первых, есть действительно люди, Света, приветик, всадник должен быть в контакте с лошадью, иначе лошадка будет либо загнана, либо обессилена. Да, Тема, абсолютно верно, абсолютно верно. По-другому никак, потому что, вот я говорю, сейчас она настолько вот эта тема муссируется, и вплоть до того доходит, что там уже не важно, ешь ты или не ешь, но все начинают себя в грудь бить, что вот я не ему, у меня открылись способности, вот я не это, и у меня открылось то-то, вот я не ему, у меня открылось все. Блин, ребят, это открывается не потому, что вы не едите, а потому что вы начинаете быть ориентированы на себя. И просто, когда вы убираете еду, это очень помогает быть ориентированным на себя. Но это можно сделать и с едой, ее можно очень грамотно откорректировать. Ее можно откорректировать, и если захотите, автономия – это не про голодание. Автономия – это когда вы вне зависимости, в том числе и от еды. То есть вы можете кушать, а можете не кушать. Вот вы куда-то поехали, и вам неудобно там кушать, неделя, две, три, месяц, два, не кушайте – вот это автономия. А если вы приехали, и вам захотелось несколько дней, несколько недель кушать, то кушайте. Это не к тому, чтобы из одних рамок, из одних границ перепрыгнуть в другие рамки, другие границы. Это не про это. Это нужно очень чётко понимать. И когда вы придёте к себе, вам не важно будет эта еда, вы не будете смотреть на какие-то лакомства и блюда, какие-то… У вас это блюдомания, она уйдёт. Вы будете что-то употреблять, просто потому что употребили. У вас не будет этой зависимости, это про другое. И почему я ещё раз столкнулась с этой темой, почему я ещё раз об этом говорю? У меня есть очень хорошие знакомые, я их очень люблю. Я ещё когда жила в другом городе, они ко мне приезжали из другого города, ребята, на консультации, мы с ними делали проработки, но и мы с ними, конечно же, сдружились. И у них почти 5 месяцев назад, они уже сколько, наверное, мы с ними общаемся? Около двух лет, наверное, да. И у них около 5 месяцев назад родилась доченька. И эта девочка, она у нас у многих на сегодняшний день, у многих рождаются такие души энергетически очень сильные. И физическое тело, так как оно у нас идёт по... Физическое тело идёт по роду, модуляция ДНК и кровь определённая, которая создаёт свой аватар. Тот аватар, который идёт из рода в род, то есть из рода в род идёт тело на утончение, на дряхление, так скажем, вот на сегодняшний день. А энергетика поднимается, то есть у деток поднимается энергетика. И получается, что вот в такое вот не совсем... не совсем богато на вибрации тела, туда поселяется очень сильная вибрационная душа. И деткам очень сложно адаптироваться. Да, конечно же, мамочки молодцы, очень многие рожают сейчас по-иному, по-другому, когда даётся ребёночку там максимум того, что может дать мамочка. Там пуповины не обрезают сразу же, и рожают в воду, и рожают в более физиологической позе. Всякое-всякое разное. Но тем не менее, мы очень должны не только ориентированы быть на себя. Что такое ориентирован на себя? Это когда мы говорим, что вот я такая мама, молодец, вот я не буду ребёнку это давать, я не буду ребёнку то давать, всё, пятое, десятое. Это мы ориентированы на себя, я молодец. Но мы не видим очень часто, что происходит с ребёночком. Мы очень часто не видим, что его вибрация, она и так максимально сильная, она разрушает то тельце, тот аватарчик, который и так хлипенький. И когда мамочка начинает это видеть, она начинает переживать, и так как она хорошая, она начинает ходить по бабкам, по колдушкам, молдушкам, по каким-то знахаркам, не знахаркам, искать варианты какие-либо, что сделать с ребёнком. Но многие, не все, я за всех опять же не говорю, но некоторые советчики берут на себя вот такую вот ответственность и начинают советовать, вот эту травку попей, вот эту травку попей, ту травку попей. И в результате она ко мне обратилась знакома, а я вижу, как бы энергетически я вижу, что ребёночек с очень сильной энергетикой, и она обратилась, она говорит, вот такая-то, такая-то ситуация, показала мне дитё по видеокамере, мы с ней в разных городах живём, и я единственное сказала, я говорю, знаешь, говорю, вот советчиков много, я говорю, но я бы что порекомендовала, я говорю, я бы порекомендовала тебе сейчас вызвать скорую, тело у ребёнка, оно потом тебе скажет благодарность, то есть ребёночек ещё на той стадии, когда мы можем вывести и лекарства, и ещё что-либо, я говорю, вот ты если сейчас вызовешь скорую, если они сейчас подтянут физику, ты потом эту физику подправишь очень легко, и травками, и муравками, и любовью, и всем чем угодно, но сейчас дай возможность этому ребёночку, чтобы это тело укрепилось, потому что там видно, что уже ребёночек всё, вот она вот еле дышит. Да, я понимаю, что маме не хочется никакие лекарства вводить, ни одной маме не хочется, никакие лекарства, эти врачи, это просто кошмар какой-то. Но бывает, ребят, бывают такие ситуации, когда мы не всегда можем справиться с какими-нибудь ситуациями. Давайте всё-таки будем позволять какой-то здравый смысл всё-таки в себе иметь. Всё равно мы не можем сейчас от социума отрешиться полностью, вот на все сто. И в результате, она сразу же после моего разговора, она вызвала скорую, мне отзвонилась, что в результате забрали в экстренном порядке, малышку забрали в реанимацию. И сейчас уже с ней всё хорошо. То есть, понимаете, иногда бывает, что просто бывает время идёт на минуты. И вот с нашей вот этой вот доблестью, что вот я такая молодец, я всё такая правильно, я вот только травами, там, муравами, там, и какой-то своей высочайшей вибрацией сейчас всё вылечу. Но не всегда так бывает. А как вы с этим потом будете жить? Почему вы не дали своему ребёнку вот эту возможность? Почему вы когда-то ели мясо, пили алкоголь, ещё что-то, что-либо было? Вы себе это позволили, пройти этот путь, а своему ребёнку не даёте даже возможности, ориентируясь на то, что вот вы вот так вот можете сделать? И вот не всегда такое бывает. Ну, не всегда. Поэтому вот, что касаемо голодовок, что касаемо сухих дней, что касается автономии, в которой подразумевается, что автономия — это просто отказ. Отказ — это всегда ограничение. Мы не отказываемся от еды, мы уходим в другие плотности, мы уходим от того, мы уходим туда, где становятся неинтересны поверхностные эмоции. Сегодня утром по такому же вопросу общались на правил, на себя, там всё есть, полный контакт. Там запрос был, чего и как есть, переключил. Здорово. И давайте я сейчас вот отвечу на вопросы, а потом мы с вами перейдём к основной теме, потому что она будет коротенькая, но мне бы очень хотелось вам её раскрыть, потому что, опять же, это были запросы, были проработки с ребятами. И мы очень часто, очень многие ребята не понимают банальных вещей не потому что глупые, а потому что нас так воспитывали. А если каждый день хочется кушать, как быть? Игрок, кушай. Если тебе хочется кушать, значит, ты ещё в этой игре. Значит, тебе это ещё интересно. Проиграй. Проиграй до конца. Почему тебе это интересно? Почему ты не хочешь в другой идти? Почему ты не видишь себя в другой плотности, в другом матричном круге? Почему для тебя ещё вот этот нижний уровень интересен? Что тебя там держит? Что тебе там интересно? Почему ты там? Почему ты не хочешь найти себя в другой матрице? Всех приветствую с Хабаровска Круто Добрый вечер, Танюш Я заменяю слова Пойду кушать на пойду уколюсь Иногда я возвращаюсь Так и не уколовшись Ребят, еда это не наркотик Это не наркотик Это матричный круг Это абсолютно про другое Пока мы не называем вещи своими именами Мы никогда оттуда не выскочим Писаясь в штаны И говоря, что это я не отписался Это просто я Погрелся То вы так и будете греться Вот если вам кто-то сказал Что еда это такой же наркотик Как и все остальное И вы уходите от этого наркотика Нет от этого наркотика излечения Потому что это не наркотик Это матричный круг Это абсолютно про другое Да, нужно будет отдыхать А я вот пока вегетарианка Но мне кажется, это главное Потому что мы не можем Мы состоим из мяса И мы едим мясо Это, мне кажется, не совсем естественно Опять же, это мое мнение на сегодняшний день С высшим я Как можно контакт установить? Хочу ответы изнутри получать У тебя есть все ответы? Ты не хочешь их получать? Хотела бы, получала бы Ты очень закрыта, Танюш Ты очень закрыта для себя Ты очень много пропускаешь через ум Через интерпретацию того, чего не существует Так, а я вот в душе есть не хочу Но что-то в голове подталкивает на еду А почему ты разъединил душу и тело? А почему твоя душа не хочет быть в едином потоке с телом? У тебя какое непринятие есть к своему ватару? За что ты его наказываешь? Света, почему мне? Что, почему тебе? Ксюшенька, не поняла А как вылечить зуб от кариеса без стоматолога? Если у вас, смотря на какой стадии кариес Я могу сказать, что очень много случаев Когда на второй день, смотрите, у нас на первый день Зубки покрываются, когда мы убираем еду и жидкость У нас на первый день у нас зубки покрываются Такой пленочкой не очень приятной А на второй день она максимальная Вот эта пленочка, это микробы И пленочка это из микробов Я видела это в микроскоп Одно время тоже была такая возможность посмотреть Что становится с кровью на второй, на третий день Когда ты не ешь на двенадцатый день Я смотрела на сороковой день Когда без еды, без жидкости Что происходит с кровью, с мочой Вот были такие великолепные возможности это видеть Вот, и в том числе на зубках получается такое, что Наши, как там, получается На зубах у нас есть своеобразные бактерии И когда мы выходим на неедение То у нас с желудка поднимаются определенные еще бактерии И вот эти вот бактерии, которые на зубах Их обволакивают вот эти вот бактерии Которые идут из желудка Я вам опять же объясняю по-топорному Я не врач Вот Из желудка И они при совмещении дают определенную химическую реакцию Которую в микротрещинах и в кариесе Они, во-первых, выедают При своей, так скажем, борьбе Они выедают вот эти вот все Разрушающие компоненты И как бы как трамбуются, как камушек Вот так вот И поэтому, когда люди очень Так долго Практикуют сухие дни У них вот здесь вот на зубах Вот здесь, знаете, такие вот Около десен, такие вот выемки Как бы, как их называют-то Не помню, как называют Они прям восстанавливаются Вот это есть Вот, поэтому, смотря какое в аскаре Смотря на сколько Насколько это есть Так, а давайте теперь я Ребят, по теме пройдусь А потом А потом я еще поотвечаю на вопрос Если у нас останется время, да У нас сегодня с вами тема Безжизненность Результат прощения Откуда появилась такая тема Откуда появилась вообще Такая надобность Вам это донести Вы, наверное Не один раз, может быть И, скорее всего, каждый из вас Проходили такие моменты Когда Вроде бы все хорошо И с семьей все хорошо И с работой все хорошо И с социуми все хорошо И с друзьями все хорошо И, ну, жаловаться в принципе не на что Но у вас вот какая-то вот разбитость такая Вот она вот просто вот разбитость Вам ничего не хочется делать У вас не приходят никакие новые Новые желания Вы не знаете, чем заняться И вот такой вот просто вот Не хочется ничего делать Это я еще вам лучший вариант сказала А бывает, что и с семьей уже не то И с работой не то И там, где вы живете, не нравится И с мужчиной с вашим разошлись Или с женщиной с вашей С детьми что-то не так Разные ситуации бывают Но вот это вот состояние Которое вы можете отловить в любом Когда у вас хорошо И когда у вас плохо Это вот состояние Когда ничего не охота делать Вот просто опустились руки И вы не можете понять Ну что же со мной такое произошло А я вам скажу, что произошло С вами произошло Вы себя разобрали Добровольно Разбираете по частям Что такое разобрать по частям Нас же привыкли воспитывать В такой благости Что я вот такой весь благой Я весь такой хороший Вот я и этого прощаю И этого прощаю Привет, моя хорошая И всех вот я прощаю Вот я вот такая вот Из меня все прет и прет Прет и прет Я еще набирать не могу Но отдавать я, пожалуйста, могу Я всех прощаю Вот вам кто-нибудь что-нибудь сделал Какое-нибудь Не важно, что Какую-нибудь неприятную вещь Я уже не говорю о каких-то гадостях Даже бывает Это гадостей доходит Сейчас, ребятки, я почитаю Вопросы все обещают Вот И вы такие Мы же все благие Нас же приучили Что Вот меня мама, например, учила Я до сих пор помню Мамины слова Тебе сделали Сто раз плохо А ты сделай хорошо Вот это вот у меня Прямо на всю жизнь У меня в голове осталось И мы же как Мы же прощаем Мы такие Ох, я тебя прощаю А что происходит При прощении Этого человека Когда нам что-либо сделали И мы простили этого человека Он у нас забрал Один из пазлов Нашего ментального тела Один забрал Второй забрал Мы же все такие хорошие Мы же все такие благостные Мы всех начинаем прощать И нас начинают разбирать Мы как сито дырявое ходим У нас все У нас не может задержаться наша энергия Мы дырявые Мы всех распрощали Мы же такие все хорошие Думаем Вот я ведь всем так хорошо делаю Почему ко мне не возвращаются А вам некуда Закрепиться-то не за что Вы же все дырявые Как решето Что в таких случаях делают Когда вам что-то сделали Ни о каком прощении Быть не может речи Что нужно сделать Нужно просто сказать Я тебя не прощаю То, что ты сделал для меня Пусть тебе это вернется Чтобы ты ощутил Что ты сделал для другого человека Чтобы понимать Делать ли тебе в следующий раз Это для другого мира Любого другого человека А то, что я тебе сделал Приятно тебе или неприятно Ты мне верни Я это буду прорабатывать И вы разошлись Один в один И когда вы начнете только это делать Вас начнет сначала ломать Ой, как жутко Вы же начнете не только чужое отдавать Вы же начнете и свое говнецо собирать И свое говнецо прорабатывать Понимаете Но тогда это будет все по-честному Тогда вы не становитесь благостным куском Которое можно разобрать А тогда вы по-честному Даете тому человеку возможность Прочувствовать на себе На нем самом Все его действия И все его слова Все Не надо никого прощать Вы же все идете к цельному Так позвольте другого человека Не поддерживать в слабости Позвольте ему взращиваться самостоятельно Не надо его прощать Он же сильный Почему вы его оскорбляете Слабостью, своей прощением Пусть он свои слова, свои действия Результат своего какого-то комплексного Действия Прочувствует на своем мире И пусть он знает Каково ему нужно выстраивать свой мир Чтобы рядом с ним соприкасались Такие же сильные и цельные миры И тогда вы начнете собираться Тогда вы начнете Все свои дырочки Заштопывать Залатывать Тогда у вас начнется собираться Ваше «Я» целиком Пазлами И рядом с вами Будут собираться Такие же цельные люди Ведь посмотрите Я пока прощала Я никогда не могла понять Я думаю Да что ж такое Да что вы мне не так Ведь вроде вокруг меня Собираются такие Такие мудрые Такие цельные Такие состоятельные Самостоятельные Личности Но приходит Какой-то момент Приходит Какое-то Какое-то действие Сделано мной Мной, да И на меня Начинают люди Обижаться Я думаю Да как так Вроде же Мы обо всем договорились Что мы друг другу Все рассказываем Что не поддерживаем Слабости Почему Они меня обиделись Ничего мне не говорят А обиделись Лишь потому Что я была в прощении Я же позволяла Быть рядом с собой С слабым Я же поддерживала Их слабости Я же понимала Что они не такие сильные Их нужно пожалеть Их нужно простить И вот Как раз ко мне И прицеплялись Такие люди Как только я это осознала Как только это поняла Но это осознать Видите Как Такие вещи Если бы я не увидела Решето В самой себе Вот это вот Ментальное решето Я бы наверное Его и не проработала Я бы наверное И не поняла Что это такое Да Это действительно Такие вещи Вроде кажется Что ну как же Мы же все время По другому жили А как только Ты в себе видишь Это ментальное решето А потом поворачиваешься И смотришь на других Что они все ходят Как это Как дуршлаг Они ничего в себе Задержать не могут Из них все Вот так вот Все высвечивается Потому что мы все благие Все прощающие Вот об этом я с вами Хотела ребят поговорить Давайте я отвечу на вопросы Во-во-во Сколько дел Я не знаю Что делать Как двигаться Сейчас такая вот ситуация Глубокая тема Круто Ого Вот это поворот Такому нас не учили Очень интересно Да ребят Давайте сейчас почитаем Что такое матричный круг Смотрите ребят Что такое матричный круг Сразу же расскажу Я в двух словах расскажу Я об этом матричном круге Очень подробно Рассказываю на марафонах Естественно на ретритах Но и в закрытом клубе Вот У нас с вами Нет такого Что я вышел из матрицы Вышел из матрицы Куда У нас с вами есть плотность И несколько плотностей И вот в этой плотности Есть несколько матричных кругов И вот мы При определенных проработках себя Выходим на следующие Следующие матричные круги Вот И когда вот их Их много И мы на определенные Матричные круги Мы можем видеть Вниз матричные круги Мы можем видеть все Которые мы прошли А вверх Ну по крайней мере у меня может быть не такой зоркий класс вверх матричные круги до которых я не добралась я могу видеть только два и понимать что на третьем понимать что есть вот это вот матричные круги светлана что-то не дошло что делать не татьян мы не можем проработать тебя здесь на открытом эфире давай куда-нибудь в марафон присоединяйся он начнется 5 февраля и там уже там уже подробно проработаем светлана мы реальные творцы своего мира или это гордыня у меня такое говори мы мы и творцы своего мира и без гордыни тут никуда гордыня тут тоже есть в этих матрицах по куту в которых мы находимся еще очень много гордыни но это гордыня позволяет нам идти дальше потому что чем меньше становится вот этого вот эго то этой гордыни тем больше могу просто по себе искать тем больше ты понимаешь что тебе вот это вот все она настолько настолько вот этот блошиная бега настолько неинтересно и ты себя просто за волосы вытаскивай чтобы чтобы что-то делать потому что иначе ты понимаешь что это все но такая бездарность самое самое благостное что тебе хочется сделать в этом мире это взять и рюкзак там положить там носки трусы зарядку от телефона и просто пойти пойти куда глаза глядят и вот это вот наверное будет какой-то кайф а все остальное ты понимаешь эти квартиры машины какие-то работы туда сходить туда сходить нужно это сделать это сделать это такая уже блажь я могу сказать просто по себе что я вообще практически сейчас ни с кем не встречаюсь мне люди как правило ничего нового ничего нового не могут сказать чаще всего что я что-то говорю и поэтому мне хватает марафонов и ретритов и очень много времени есть час уделяю просто детям просто детям либо я каким-нибудь спортом занимаюсь сама собой а раньше я была очень тусовочным человеком не прям мне прям жутко надо было как минимум минимум раз в неделю куда-то с кем-то встретиться куда-то с кем-то сходить то сейчас это стало не актуально как лечить зуб если в глубокая дырка в зубе врачи же только с наркозом лечит тут запрещенная стадия от зуба остался только 10 процентов языком чувствуется мясо дна я же вам все равно не смогу порекомендовать это и незачем вы должны выяснить что вы хотите что вы хотите восстановить этот зуб удалить этот зуб либо вы хотите как-то сделать он у вас болит не болит я же не понимаю тут от одного сообщения такое сейчас такое ощущение все вроде хорошо здорово можно вернуть свою энергию обратно конечно конечно этим мы с вами занимаемся я поэтому вот эти вот эфиры и виду чтобы вы самостоятельно могли без каких-нибудь гору без каких-нибудь путеводителей проводников или еще кого-то либо если будет какой-то проводник то чтобы вы к на него не накручивались не навязывались а чтобы он показал рассказал показал как эти что вы могли это делать самостоятельно конечно мы это все можем безусловно как говорится твои речи тебе на плечи на святуля ты опровергаешь слова христа нет я не опровергаю ничьи слова смотрите он же говорил надо прощать но надо прощать таково ведь вы почитайте он же всегда был нацелен только на себя любить как себя значит первую очередь кого простить себя простить себя простить за то что ты позволил другому человеку так общаться с тобой и пусть он со своими словами разбирается с вас а себя простить себя полюбить там же про другое написать можно много интерпретируем так как нам показали как удобно но я сейчас не ни в коем случае никого я не опровергаю может быть я что-то не по я это вижу сейчас как я вижу может быть у меня изменится видение может быть мне как-то что-то скажут по-другому но на сегодняшний день вот я это вижу так вы можете быть со мной не согласны лишь только свое мнение говорю свое видение да справедливо будет неприятелю желать того чего он другим жила делать да причем это же может быть не обязательно неприятель это же могут быть самые родные люди которые по незнанию по невежеству делают какие-то вещи думая что это тебе во благо то есть не по большому счету мы же не для кого во благо ничего не делаем только для себя и когда нам говорят что я это делал для тебя но опять же видите это не про то мы всегда делаем только про себя сейчас на малоедении сухих и веду себя не так как всегда не так благостно как обычно могу ответить достаточно раздражение отвечаю резко чувство не говорит о кау в вину уходит не надо не винить это ваш период наслаждайтесь им потом вам не захочется никому грубить его вы будете просто умиляться когда например кто-то там в очереди там или в транспорте наступит там на ногу кому-то или вам или будут там или вы наступите на вас будут ворчать а вы будете просто наслаждаться что у человека есть эти эмоции у вас уже их нет наслаждайтесь пожалуйста подскажи где можно пропитание деток от рождения почитать не знаю ребят я только интуитивное дело здравия светочка всем друзьям резонирует тем благодарю чувствую твои ментальные дары и уже понемногу избавляясь от них все поощрение ведет все дозволенности так конечно может в первую очередь когда все поощряем кого-то другого это мы показываем свою слабость для самого себя если человек отказался от как от алкоголя и курения можно ли сказать что он перешел на высокий круг матрицы на следующий круг не на высокий на следующий маточный круг возможно если у него еще поменялось и видение этого всего не просто если он через эскезу это убрал а сам ходит и ему снится там каждую ночь как он выпивает и кальянчик покуривает так некоторые вещи надо бы пропустить через решето возможно но когда ты пропускаешь свою энергию как мы же про энергию с чем сейчас говорим как ты можешь свою энергию пропустить с чем ты останешься не прощать это как перестать общаться непонятно не злиться же на человека нет зачем злиться то не прощать это не том что ты на него держишь обиду не про это это про то что смотрите ребят не прощать это не значит что мы начинаем на кого-то злиться и держать себе ах ты я тебя прощать него нет ты ему просто не гашет не обязательно ему в глаза говорить это можно себе господи просто сказать я тебя не прощаю я тебе с огромной благостью отдаю то что ты мне дал я благодарю тебя за этот урок но возьми все что ты мне дал себе пусть это будет в твоем мире и решай эти то что ты даешь через эти слова через эти действия решает в своем мире если в твоем мире это будет и под и дальше приемлемо то оставь это в своем мире мы не надо поблагодарить с огромной благостью поблагодарить и отдать не надо прощать это ваш это ваш опыт этот человек вам подарил дар подарил вот этот вот великолепный опыт но не для прощения не для разбирания вас а для понимания насколько вы могущественный сильный что вы можете это увидеть и прочувствовать или сказать ты сделал мне плохо неприятно и я тебя не прощаю но он сделал тебе плохо и неприятно это твое он тебе не сделал плохо неприятно он сделал то что он сделал сделал свое действие а то что ты его интерпретировала и натянула на себя это твое это тебе больно потому что и нам всегда больно чьих-то действий только лишь потому что что мы придумали что этот человек должен сделать так-то и так-то из ожиданий когда мы от человека ничего не ожидаем когда мы его не навешиваем своими какими-то амбициями желаниями и чем-то еще то чтобы он не делал на жене было ожиданий он просто это сделано просто факт а делает нам плохо только тот человек на которого мы навешали что он такой-то он такой-то он вот такой-то а по факту они так он в этом не виноват это ваши так и делаю хожу каждые выходные по крым круто цветом можешь просто ответить у меня с активность настроения со вкусом жизни все ок с едой все предельно ясно но напрочь пропало желание зарабатывать деньги пофиген полный почему почему тебе удобно в этом состоянии тот же дело не ты же не написала что тебе работа не нравится ты же написала что тебе просто не нравится зарабатывать денег почему ты не принимаешь эту энергию значит и что-то отдать не можешь энергия денег у тебя идет через что ответь себе тут на этот вопрос вы через что у тебя идет энергия денег это ты не можешь отдавать поэтому и принять не можешь я еще в этом году когда узнал про прагу думал что это путь в десятилетия жить в горах и медитировать а как узнал про автономии и вижу что это реально а до этого были чистые мысли что надоело есть ему все однако в какой-то степени человек бьют в ту часть которая уязвимая слабая человек делая дает возможности человек дает возможности и усилий безусловно на сухих днях сильная кислотность полости рта это беспокоит анечка возьмите долечку долечку огурца и положите под язык просто дольку огурца и буквально через минутки две на минут 10-15 походите потом ее выплюньте и вы посмотрите результат возможно вам понравится очень очень освежает а если совсем сильный неприятный запах он идет прям вот этот вот ацидоз то гвоздика такие вот соцветия продается в каждом продуктовом магазине она продается где приправы просто все в пакетике там рублей 50 она стоит 2 2 3 соцветия возьмите и под язычок и ходить они растворяются в течение посасывайте их просто они растворяются в течение двух-трех часов но они прям дезинфицируют очень сильно попробуйте так ребятки если есть еще вопросы задавайте я еще поотвечаю если нет вопросов то мы с вами тогда будем прощаться до следующего вторника вот могу сказать что 25 числа у нас ребят я запускаю вот у нас марафон по депривации по депривации у нас он в малой группе будет там будет всего три человека потому что там будут с практиками с практиками выхода из тела если кто-то хочет проработать себя более с психологической стороны посмотреть что у него там что-то не прорабатывается прям глубоко-глубоко то приходите на марафон возможности меня вот а кому просто хочется быть поближе как только ко всей атмосфере приходите в клуб закрытый и конечно же на ретриты я вас ребят очень жду потому что ретриты они ни с чем не сравнимые с людьми общаться не хочет а ну да деньги от взаимодействия с людьми конечно светлана что значит энергия денег энергия денег это такая же энергия как и все остальное просто мы ее возвели в отдельный культ в она в определенном несколько поколений назад вот потому что изначально энергия денег она воспринималась абсолютно по-другому и было нормально то есть смотрите у нас очень многие люди не могут принять деньги от человека то есть например там я говорю вот у меня консультация там стоит столько то я понимаю что вот это вот с этим человеком я хорошо общаюсь и мне больно от него как-то тяжело от него принимать думаю но я же с ним и так могу поболтать а потом думаю а как же эта энергия я же принимаю энергию нет человека я же деньги принимаю не от человека а я деньги принимаю из определенного ресурса из ресурса который даю я как я могу дать если я принять не могу из этого ресурса я же в этот ресурс даю свою энергию значит я должна из этого ресурса и принять если я не могу принять то что же я дам даже если я буду бешено отдавать до усилий тот человек который не вложил в этот ресурс он не сможет он не услышит то что я говорю не будет вот это вот циркуляции на сухих днях возникают рельсии промо при мочеиспускании что посоветуете на сухих днях возьмите ира да ну давайте тут такой маленький не для женщин открою маленький секрет на смотрите если бывают такие вот моменты когда это подходит только женщинам мужчинам не подходит если вот что-то связано с циститом какие-то моменты да и на сухих днях особенно это очень сильно проявляется либо после сухих дня девочки берете просто обычный небольшой тазик я не знаю там у кого детки там детский в детский горшок берете и набираете туда совсем чуть-чуть горячей воды прям кипятка кипятите воды прям набираете немножко кипятка штук пар был и туда совсем капельку капельку делайте в марганцовке красная марганцовка обычно и на 10-15 минут как бы вот как на горшок садитесь ну не в не в воду конечно не в кипяток а чтобы вот эти вот пары все женские органы за 10 минут эти все пары они очень хорошо там как сказать то прогреют именно марганцовка никакие травки не помогут в этом только марганцовка ну уж так устроено вот просто это уже это уже опытом на многих многих уже испытано в том числе и на мне попробуйте вот так вот это можно делать не более пяти дней подряд 10 максимум так ребята меня тут слабый сигнал пишет мне тоже не меня нет откуда черпать энергии денег туда наберется ребят давайте сделаем эфир попозже может быть на следующей неделе посмотрим может быть про деньги сделаем да так подскажите на автономии осознанные сны уже реальность когда-то сам практиковал очень понравилось ребят когда дело же не в автономии когда вы осознаетесь вы понимаете что вы есть здесь вы есть во сне у вас стирается грань с телом и без тела там немножечко про другое это тоже отдельная тема я сейчас не успеем просто раскрыть у нас осталось буквально пять минут чтобы сохранить эфир на сухих днях хочется бегать это дает энергию если вам дает то дает я просто велосипед я ничего не люблю бегать я люблю велосипед а если деньги вложил на не получил ожидаемый результат мало вводных данных но вложил не получил ожидаемый результат и всегда получил то на что ты готов был сколько ты готов был принять столько ты и получил и сколько ты готов был отдать столько ты получил это же скорее всего что если ты не получаешь столько, сколько хочешь, это значит, что ты не можешь отдавать в обратную сторону. Благодарю. Благодарю. Гвоздика есть. Про прощение все понятно. Благодарю, Светочка. Благодарю. Будет ли переход в 5D? Ребят, вы так заиграли в эти 3D, 5D, 4D куда-то вообще пропустили. Смотрите, что такое 5D, как я вижу. Вот смотрите, у нас есть любые вещи, которые мы на сегодняшний день вообще видим в 3D. А когда у нас открывается ясновидение, яснослышание, мы видим это уже в другом ракурсе. Мы это видим уже через энергетические потоки. Мы уже видим не каемочку человека, как он выглядит, какие у него глаза, цвет кожи, цвет волос, кудрявый, не кудрявый, лохматый, не лохматый. Мы уже видим другое, мы уже видим энергетику этого человека, мы видим, насколько у него, какая у него спираль и на каком матричном круге он стоит. Это про другое, это уже, это уже больше. Я не назову это 3D, 5D, 4D, 8D. Это другая, другая мерность этой матрицы в этой же плотности. Светлана, светоносный лучик, все здорово говоришь, отзывается. Спасибо. Можно лечить себя светом? Каким светом? Своим? Безусловно. Про деньги, да. Можно остановить, остановить перелом ноги. А какая разница? Конечно. Ясновидение открывается на сухие нет. Да это не, ребят, открывается это, когда вы приходите к себе, это и на еде откроется. Просто на сухих днях тело высвобождает ту энергию, которая уходит на другое. И поэтому через сухие дни намного легче все это сделать. Ребятушки, уже нужно заканчивать эфир. С вами опять прошло так незаметно время. Я вас всех благодарю за вопросы. Готовьте свои вопросы. Вы их можете писать как в Телеграме мне, как в Инстаграме, как на Ютубе. Вот где хотите, пишите эти вопросы. Я их все себе записываю, которые больше всего набирают откликов. И я уже про это рассказываю. Вот. Если кто-то хочет более подробно что-то про себя узнать, как двигаться, то еще раз повторюсь, у меня есть и марафоны, и ретриты, и закрытый клуб. Присоединяйтесь, ребята. Я всех буду с огромным удовольствием. Всех буду рада вас видеть. И всех-всех благодарю. Спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok